И передайте вам Россию, они хуже фашистов. Честно. Они наши братья, но поступают как фашисты. Нас здесь бьют до такой степени, до такой, причем мы народ. Понимаете? Я вам честно говорю. Пойдете, гляньте, вот зайти туда, вот гляньте, воронки какие. По метр глубиной и по метра шириной. Вот стекла летят, все летит. Тут напротив ерунда. Вот сливу снесло, здесь снесло, дома побили, все. Фашисты. А что им надо от нас? Во-первых, мне некуда. А во-вторых, я украинец. Когда меня здесь убьют, они будут знать, что убили украинца. Но Бог же ведь сказал, я день дам пищу, а фашисты дают 10 секунд. Понимаете? Да. Да. И мы же не знаем, она вот как летит, свистит, зудит. И ты же не знаешь где. А она вот в пяти метрах бьется. Я вот сейчас кудобу повыпускал, все повыпускал. Понимаете? Потому что, в общем, ужасно. И даже с теми, с кем я водку пил, если бы я знал, как в Условского, там, с кем еду, с кем водку пил, он бы до Володы не доехал. Понимаете? Ну, человека же не узнаешь. Спасибо морпехам. Можете его включать. Скажете. Морпехам. Исключительные. Ну, здесь и кроме морпехов, может быть, что-то есть. Ну, мы не знаем. Вот. Ну, украинские солдаты. Подказывают нас. Во-первых, не грубя. Во-вторых, очень вежливые. И, как говорится, любое прохание выполнено. Ну, что только на город мы не можем попадать никак. Потому что и они сюда не приезжали. Потому что вот машины даже, хлопцы валенные, без хлеба бывают. Ну, как? Без пищи, потому что это самое. Ну, обстрел идет.